КОНЕЦ Старик, как дождь идет и как снежинки тают, в обыкновенном видит красоту, в запутанном простейшее решение. Он знает, как осуществить мечту, он любит жизнь и верит воскресеньям. Он понял то, что счастье не в деньгах и их количеством от горя не спасет. Но кто живет с теницей в руках, свою жарптицу точно не найдет. Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, что совершенней жизни только смерть, что знать, не удивляясь, пострашней, чем что-нибудь не знать и не уметь. Амар Хаям. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами я, автор и креативный продюсер телевизионного проекта «Прометей» на ведущем европейском телеканале «Новый мир». У нас вторая серия на тему ясновидения и карты Таро. И для тех, кто видит меня впервые, я прошу моих помощников ввести видео «Справку обо мне». Любомир Богоявленский, телеведущий экстрасенс, маг, психолог, философ, провидец, парапсихолог, эзотерик и таролог. Имеет два высших образования. По первому высшему образованию Любомир, магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии. В 2012 году с отличием окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также три года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. По второму высшему образованию «Отличник» окончил в 2015 году Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности учитель английского языка и мировой литературы. Участник русской битвы экстрасенсов-17. Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. С 2021 года телеведущий «Экстрасенс» и автор эзоцикла программ «Прометей», которые выходят в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на европейском телеканале «Новый мир». Любомир – поэт и писатель. Автор и соавтор более 18 книг, в число которых входят в сборники поэзии. Две пьесы, более 10 книг по магии и эзотерике. Автор научных статей по психологии и философии. Автор трех колод Таро. Гей Таро-черта, Таро-колдуна и Таро-вечности. Философ-аспирант, аспирант-психолог. Любомир Богоявлинский пишет параллельно две кандидатские диссертации по философии и психологии. Сфера научных интересов – философская антропология. История психологии. Патопсихология. Проблема смерти и бессмертия личности. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии «Прометей». Дорогие телезрители, я Любомир Богоявлинский призываю вас прямо сейчас звонить к нам в прямой эфир «Прометей», «Лабиринты судьбы», на ведущий европейский телеканал «Новый мир» по номерам. Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия. Плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина. Плюс 38, 094, 711, 41, 13. Израиль. Плюс 972, 256, 09, 399. США. Плюс 1, 917, 475, 08, 39. Я жду ваши звоночки. Эта серия уникальная, эта серия «Прометей», посвящена ясновидению. Но, вначале, дорогие телезрители, я хочу рассказать вам и буду повторять от серии к серии, что все наши гости, маги, эзотерики приходят в передачу на коммерческих основаниях. То есть они платят каналу за эфирное время 30 минут или час передачи «Лабиринты судьбы» в качестве телеведущего экстрасенса. С одной стороны, я как автор и креативный продюсер «Прометей» выбираю лучших из лучших специалистов в сферах психологии, философии, оккультных наук. Но, с другой стороны, я не несу ответственности за их практику, помогут они вам или нет решать только вам самим. Зачем я это открыто говорю? Потому что, повторюсь еще раз, эта передача уникальна. Мы не ставим себе целью наживаться на горе или обманивать телезрителей. Я попытался и буду пытаться дальше свести к минимуму и отбросить всевозможные лже-чудеса, сделав и показав экстрасенсов максимально реальными, чтобы у телезрителей не было разрыва с реальностью, и они не обманывались ложными ожиданиями «чуда», которого просто не существует в природе. Каждый телеведущий несет сам за себя ответственность, за то, что он говорит. Его точка зрения о магии, психологии, эзотерике – это его точка зрения, которую мы уважаем, но это не естественно в последней инстанции. Передача «Прометей» уникальна тем, что она есть диалогом и таким, знаете, островком инакомыслия «Прометей». Это альтернативная духовность и обитель свободы, где каждый мастер несет сам за себя ответственность. Здесь каждый сам себе архитектор и творец своего мастерства. У меня есть помощница в колл-центре, мастер, бабушка Веринея. Бабушка Веринея – это потрясающий экстрасенс, народная целительница, знахарка, практикующий, дипломированный психолог. И мне самому, как психологу, очень важно, когда мастер, который со мной сотрудничает сам, квалифицированный психолог, вы можете звонить к нам в колл-центр и записываться на приемы ко мне, мастеру Любомиру, к Веринеи. А я хочу попросить моих помощников вывести на экран видеопослание для второй серии от бабушки Веринеи. Прежде всего нужно начинать с себя, выйти на природу, попросить благословения, в ладошки вверх, встать в позу Берегинии, ноги стоят параллельно друг другу и взять контурный предмет, как мы называем. Нужно переносить центр взгляда от ближних ягод на дальний, и вы кое-что впустите. Если вы увидели, мы будем продолжать наши уроки, а если нет, конечно, вам нужно обратиться к признанному мастеру, который понимает, как включить природу целительных сил внутри себя. А сегодня с вами была я, Веринея. Дорогие телезрители, наша бабушка Веринея ясновидящая, она мастер, у нее своя школа эзотерики, и она обучает ясновидению, техникам, разным практикам. И также у меня, у мастера Любомира, есть своя эзотерическая школа, которую сейчас я формирую как раз. Вот у меня есть свои ученики, я автор как таролог уникальных колод Тару. Вот, например, одна из моих колод «Мистический путь гея» или «Тару черта» Любомира Богоявленского. Это очень необычная колода, которую я нарисовал своей рукой. Это 99 арканов, которых не существовало еще в мире эзотерики в плане оформления, в плане эзотерического символизма. И я работаю с этими картами, я консультирую людей. Это и психоаналитическая методика. Я никогда никому не даю гарантию 100%, но карты помогают посмотреть вашу ситуацию иными глазами, просмотреть ключевые события прошлого, настоящего, будущего, получить ответ от высших сил, структурировать вашу ситуацию. Я просматриваю своим подопечным. Карту года я призываю всех вас, не теряя время, обязательно успеть заказать эту услугу до конца марта 2022 года. Каждый месяц ко мне обращаются люди, где я просматриваю их карту месяца, где я просматриваю и по лунному календарю, и по Тару, как, в какой день самый благоприятный энергетически можно достичь результат. Бизнес, любовные отношения, свидания. Все наше бессознательное подчиняется циклам Луны. И карты Тару – это архетипы, это язык нашего коллективного бессознательного. Также, естественно, карты помогают мне увидеть, насколько та или иная чистка, магический обряд, ритуал подойдет вам. Я снимаю самые тяжелые порчи. Я отсчитываю и отмаливаю самые тяжелые родовые проклятия. Уже до ста отзывов реальных людей в интернете можно увидеть, услышать, прочесть обо мне, скромном мастере, вашем Любомире Богоявинском, где я помогаю людям уже с 2017 года, как и частный психолог дипломированный, а работаю я, конечно же, и в госучреждениях уже с 2010 года официально, когда я получил высшее психологическое образование специалиста, мои родные. У меня огромная практика. Из самого детства меня высшие силы призвали в этот мир помогать людям. Я прошел колоссальное количество испытаний, тяжелых всяких, понимаете, трагических ситуаций для того, чтобы помогать людям, чтобы знать и ощущать вашу боль. И той силой, которую мне посылает Всевышний, помочь исцелить ваши души, поменять ход события. Ко мне идут люди на приемы. Со всего мира, с Европейского Союза обращаются, с Украины, из стран СНГ, с Белоруссии, из Германии, из Польши. И это факт, люди приходят уже по сарафанному радио. Никому не даю гарантию 100%, но факт остается фактом. Большинство моих клиентов получают долгожданный результат. Каждую ночь я в молитве молюсь за своих клиентов, за тех, кто ко мне на консультацию обратился, с тех, с кем я провел тяжелые работы, и люди смогли обрести вторую половинку, наладить свою жизнь. Я молюсь за них, за их семьи, потому что я хочу, чтобы все вы были здоровы, счастливы, чтобы у вас было процветание и благополучие в вашей жизни. У многих из вас возникают сомнения. Вот Любомир консультирует, помогает людям, ему там звонят, есть видеоотзывы. А на самом деле деле это так. Так, мои родные, количество моих клиентов увеличивается просто в геометрической прогрессии, и я не хочу делать комплименты. Я не Господь Бог, но я работаю без выходных и провожу приемы каждый Божий день. Хотя бы 2-3 человека в дистанционном режиме я консультирую. Ко мне в прошлом, когда я вел до этой эпидемии в реале, выстраивались очереди там, где я живу. И люди просятся, они приходят, потому что это мое предназначение. Я свою жизнь отдаю людям. Я выполняю свою миссию. И промотые лабиринты судьбы – это тоже моя миссия. Помогать вам от чистого сердца, магическими практиками, силами. Поэтому немедленно мне звоните прямо сейчас до вашей карты года за помощью по номерам Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия, плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13. Израиль, плюс 972, 256, 093, 99. США, плюс 1, 917, 475, 08, 39. Я жду ваши звоночки с вашими сокровенными вопросами прямо сейчас на телеканал «Новый мир» в нашу передачу «Прометей». Мои родные, ну и я человек, для которого правда и честность принципиальны. И все, кто со мной работают, это знают. Я приглашаю в эту студию своего подопечного, своего ученика Олега. Дорогой Олег, я вас ожидаю здесь. Не волнуйтесь, Олег впервые будет сниматься. Добрый день. Приветствую, мой дорогой. Становитесь, как вам удобненько. Не бойтесь камеры. А, первое, я хочу вам подякувать, мой дорогой мастер Любомир Богаяллинский, учитель, за то, что вы всегда поддерживаете меня, за все, что вы для меня сделали. Вы сверхинтеллектуальная людина. Добра, чуйна, щира. Не волнуйтесь. Спасибо, мой родной. Спасибо. Вы уникальная личность. Такой людина, как вас, больше не майните. Спасибо, мой родной. Дорогой Олег. Вот, телезрители. Вы знаете, я начал с Олегом работать. Вот он волнуется немножко, да, потому что впервые в жизни он так мечтал попасть в Промотей. Он мечтал настолько сильно, понимаете, вот с 2020 года. Ой, как же хочется, как же хочется. И вот я осуществил его мечту. Его, это заветное желание, это мой подарок вам на 2022 год. И вот он, понимаете, мы работали с 2017 года. Приведена колоссальная работа. Я видел в этом парне, в моем клиенте, подопеченном, талантливого ученика. Уже с 2021 года я начал изучать, обучать дорогого Олега тайнам эзотерики. Я начал делиться с ним секретами Таро. И уже он владеет практиками. Помните, Олег, как вы проходили обряд посвящения в магии? В моей школе Любомира Багавринского. Телезрителям пару слов скажите, как было посвящение? У нас три была этапа. Как ваши были тогда чувства? Что вы ощущали? Да, для меня это было новое что-то. Дуже цикавое было. Вы очень волнуетесь, я вижу. И у нас проведены с Олегом такие уникальнейшие практики. И мы работаем дальше. Мы движемся вперед. Я для Олега его и психолог, и наставник, и эзотерик, и мастер. И я хочу сказать, что я вижу в этом парне очень талантливого знахаря будущего. Вот в нем есть определенный такой, знаете, мальфарский. Есть мальфары-самородки. У него мальфарский ключ. Украинская наша традиция родная. Я украинский экстрасенс, и все это знают. И вот Олег, у него есть именно вот эта украинская эзотерическая жилка. Каждый из вас может стать моим учеником. Хоть я, дорогие телезрители, очень избирателен в этих вопросах. Потому что если человек, вот как Олег, мой ученик, он и в огонь, и в воду, он идет за своим мастером. Я еще, я еще и хочу Олегу найти его вторую половинку. Вот я хочу, Олегу, камеру сейчас смотрим вторую, мой дорогой. Вот я хочу найти Олегу потрясающую половинку, его любимую девушку. Но, как известно, у всех мастеров высшая сила нам посылает испытания. И вот мы другим людям можем свести судьбы, найти вторую половинку. А вот нам, мастерам, часто судьба не хочет это давать. Сила высшая хочет, чтобы мы свою жизнь посвящали помощи людям. Но сила по счету Олегу практика тоже мастера. Это свершится в свой час. А сейчас волей высших сил должен еще меня, минимум лет так, 3-4, обучаться магии и эзотерике, чтобы стать мега сильнейшим экстрасенсом и магом. И я в это верю, Олег. И я хочу, мой родной, для вас сделать подарок уникальный. Вы ко мне пришли в эту студию. Не волнуйтесь. Я посмотрю вашу карту. Года сейчас. 2022. И посмотрим вам на каждый месяц. А вы, телезрители, тоже записывайтесь, смотрите, если не знаете еще, вашу карту года. Олег, сейчас я говорю слова силы определенные. Итак, Олег, пожалуйста, назовите мне любое число от 1 до 99, которое придет сейчас спонтанно вам на ум. 79. 79, и это ваша будет карта года. И я отсчитываю. Итак, 3, 6, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. До сила высшая, пускай мне поможет, до карты укажет 45. 55, 50, 55, 60. И какую вы карту говорили? 79. 79. 60. Так, сейчас. И карта года. Ого, мой дорогой, очень непростая карта. Это кармическая карта. В этом году вы отработаете определенную новую кармическую порцию информации на пути мастера. А сила нас испытывает мастеров. И поэтому Олегу в этом году предстоит отработать определенную информацию, чтобы укрепиться, стать еще сильнее, стать еще мощнее. И карты Таро вам помогут не совершить определенных ошибок, потому что есть неблагоприятные люди, которые в течение этого года могут вас попытаться подставить, мой дорогой, вот в плане тех изменений в жизни, что сейчас у вас позитивные происходят. И я, как ваш учитель, я на вашей защите, и уже те магические навыки, психологические навыки, что я вам обучил, дал, как моему ученику, помогут вам в этом году, быть сильным, мощным. Итак, ваша карта года. Искупление определенных кармических программ. И, естественно, это будет возрождение. Давайте посмотрим, мой дорогой, что же вам принесет вот этот январь месяц волей высших сил. Итак, смотрите, вот январь месяц, он довольно у вас тяжеловатый в том отношении, что это время перемен. Это время, вы знаете, сейчас реально у вас идут перемены, да, скажите вот телезрителям, перемены реально происходят. Вот, непростой период, но это маленький такой вот, и у мастера бывает черная такая полосика небольшая, и нам бывает тело посылает, она у вас пройдет. Да, январь такой непростой, это месяц перемен, но посмотрим, что принесет уже вам февраль месяц. А в феврале вам выступает очень интересная карта. Это знакомство, возможно, с какой-то интересной девушкой, это знакомство с какими-то очень интересными людьми, это романтические встречи, это, скажем так, конечно же, любовная магия. Я вас научу в феврале месяце определенной любовной техники, и вы ее обязательно проведете, чтобы ваша мужская харизма, ваша энергетика еще более увеличилась, и чтобы женщины, девушки, ощущая вас в такого красивого, сильного, молодого экстрасенса, они к вам еще более притягивались и были с вами. Поэтому будет очень интересный у вас февраль месяц. Мой дорогой, давай посмотрим, а что же вам принесет март месяц после февраля обучения. Вы будете обучаться новым знаниям. Это могут быть связаны не только с эзотерикой знания, возможно, с вашей какой-то еще будет у вас интересная работа, ведь вы человек с высшим образованием, вы любите саморазвиваться. Это будет март саморазвития месяц, какие-то новые знания, навыки получите и в сфере научных знаний, и, конечно же, в сфере Таро и эзотерики. Вас еще чему-то очень важному, иному научу в марте месяце. Апрель месяц, апрель месяц, ну он, скажем так, немножко может быть тяжеловатый в плане того, что кто-то из людей будет вам завидовать. Это такой месяц человеческой зависти, но вы молодой мастер, у меня обучаетесь, то, конечно, вам многие уже начинают завидовать. Представьте, как они будут завидовать, что Олег пришел сейчас в передачу, вас видит Европейский Союз, Америка, Израиль, все СНГ, промытые лабиринты судьбы на телеканале «Новый мир». Это же просто потрясающе, мой родной. И вам будут завидовать, но на эту зависть не обращайте внимания. Карты подсказывают на каждый месяц, как еще себя вести. На зависть не реагируйте, а завистникам нужно будет отчитать, когда будет луна убывающая. Я специально проведу с вами обряд, и вас тоже очень важной информацией могу научить. И мы смотрим сейчас, мой дорогой, вот май месяц после апреля. Это очень непростой, интересный месяц в плане энергии смерти, энергии кладбища. Что эта карта означает? Это воскресенье, это возрождение, это постижение оккультных таинств у вас уже может быть. Понимаете, мой дорогой, ума и месяца. Итак, вы очень прозрите и обретете большую силу уже вашу, какой-то как новая у вас ступенька в вашем развитии будет. В мае месяце, июнь месяц, мой дорогой, вы посмотрите, да это же карта победы, достигните вашу цель. То, что желаете, у вас получится. Сила будет вам благоволить и помогать. Июль месяц, так, посмотрим июль месяц. Вновь сражение и победа, светлая устойчивая полоса. Июнь, июль месяц 2022 года приносут вам только радость, победу и достижение ваших целей. А у нас, ой, это потрясающая карта, вы знаете, это такой будет у вас очень какой-то романтический месяц. Может, на море поедете уже в августе месяце, какой-то будет отдых. Ну, вы тут как король выступаете, вас будут уважать, вас будут любить. Какое-то интересное предложение вам будет, интересных тоже людей. Ну, по всей видимости, вам выпадает какой-то отдых, может, на море съездите. Давайте посмотрим дальше. После августа у нас идет сентябрь месяц. Так, а сентябрь, ну, немножко будет такая черная полоса, она возникает автоматически. Даже у мастеров, потому что, вы знаете, ну, судьба не может нас делать полностью везунчиками. Мы должны проходить какие-то маленькие черные полосы, чтобы развиваться через эту боль и понимать боль других людей. Поэтому немножко может быть черная полоса в сентябре. Ну, поверьте, все будет хорошо. Это тоже послужит вашему духовному развитию. Так, октябрь месяц, ну, очень продуктивная осень, хороший будет заработок. Так, ноябрь месяц, ой, у вас домовой сам выпал, это достаток, это благополучие, очень будет стабильный месяц в плане заработка. Итак, у нас декабрь месяц, сейчас я считаю, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, да, и завершающий, да, это рай, вы посмотрите. У вас год этот будет счастливый, хороший, да, немножко там будут испытания. Это все я помогу вам еще более просмотреть, у вас все будет хорошо, мой дорогой. Будьте благословенны, Олег, я молитвенно с вами, я духовно с вами, у нас еще очень много работы, я с вами на этом завершаем. Удачи, я вас провожу сейчас. Так, я вас провожу, мой дорогой, аккуратненько, все, будьте благословенны. Дорогие телезрители, вот вы увидели уникальный такой фрагмент, как я работаю с живыми людьми, с моими учениками, подопечными, клиентами в реале. Звоните в студию, приходите, со мной, мастером Любомиром, общаются самые сильнейшие экстрасенсы. И я стал продюсером уже в третьем сезоне очень известных эзотериков. Я хочу, чтобы эти эзотерики вам подарили свет, знания, свои силы, победители, финалисты битв экстрасенсов, мега, скажем так, мастера обращаются ко мне, и они хотят попасть в Прометей. И, конечно же, я открыл для них путь в 2022 году, где они смогут стать на мое место и сами телеведущими помогать людям. И прямо сейчас набирайте, мои дорогие, мое уже эфирное время подходит к концу. Смотрите, быстренько набирайте, может кто-то еще успеет. Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Россия, плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина, плюс 38, 094, 711, 41, 13. Израиль, плюс 972, 256, 09, 399. США, плюс 1, 917, 475, 09, 39. 08, 39, мои дорогие. Итак, я хочу позвать сейчас мою соведущую, которая будет вести завершающие 30 минут Прометей «Лабиринты судьбы». Дорогая Ольга, дорогая наша звезда, я вас приветствую. Оля, ну, вы знаете, я хочу вас поздравить. Вау, вы были у первой серии ведущей, и это настолько рейтинговая серия, это настолько было вот от души классно, это было настолько профессионально. Оля, вы мастер с большой буквы, и я вам очень рад, и я счастлив, я надеюсь, что еще будет много эфиров, где вы будете у нас и по часу времени телеведущей, и по 30 минут, сколько пожелаете. Я тоже очень надеюсь, благодарю за такие теплые слова. Потрясающе выглядите, и я хочу моим телеведителям пожелать успеха, удачи, радости, и я передаю свою эстафету и свое время уникальнейшей, прекрасной телеведущей, киевской ведьме Ольге Волошиной. Олечка, удачи, успеха и потрясающего эфира! Здравствуйте, а я попрошу вывести справку обо мне, для тех, кто не знает меня или не видел ранее. Справка Ольга Волошина, чернокнижница, черная ведьма, демонолог, сильнейший мастер чернокнижных порч и магии возмездия, финалистка украинской битвы экстрасенсов-16. Эксперт телепроекта «Следствие ведут экстрасенсы», участница проекта «Вид пацанки до понянки». В своей практике работает с кладбищем и практикует соборное колдовство. Выступает экспертом на многих украинских телеканалах. Итак, здравствуйте еще раз, дорогие телезрители! Очень рада снова вас видеть. Хотела несколько слов сказать еще о своей работе, которую я провожу сейчас. Помимо консультации, я еще занимаюсь коррекцией жизни или каких-то ситуаций, которые мешают вам, либо идут не так, как вы хотите. В любом случае, это можно исправить и пустить ход событий так, как нужно это вам. Есть такой момент, что с времени битва прошло уже 5 лет, и за 5 лет мои подходы изменились к работе. То есть я некоторые отбросила практики и перешла на другой, более высокий уровень и работаю с более высокими вибрациями. То есть нет того, что было тогда. Просто многие боятся откровенно. Думают, что черное – это что-то очень страшное и плохое. На самом же деле все не так. По большому счету, разделение на белое и черное весьма условно. Очень условно. Поскольку магия, она едина. Она едина в своем существовании. И это более придумано для понимания людей. Вот это темное, вот это белое. На самом же деле суть одна – это вмешательство с помощью обрядов и ритуалов в какую-то ситуацию, чтобы вы могли получить тот результат, который нужен вам. Это касается и белой, и черной точно так же. В принципе, подразумевая белое я могу назвать только разве что целительство, подразумевая черное – это все остальное. Это и чистка негатива, это и любовная магия, это и вызов духов, вызов умерших. Это бесчетное количество работ, защиты, очень-очень много работы на удачу, на деньги, на финансы, на финансовое благополучие, выйти замуж. Бесчетное количество вариантов. И каждая работа, приглашаю всех, кто нуждается в помощи, звонить по номеру плюс 38 068 039 39 61 на консультацию. Видите на экране мой инстаграм, можете подписаться и следить за новостями. Я стараюсь регулярно обновлять и писать какие-то интересные вещи, которые можно почитать, можно также записаться. В общем, жду вас в гостях у себя на страничке. Значит, что касается проведения работ или, допустим, как проходит диагностика. Диагностика включает в себя не только Таро, но это целый комплекс воздействий. Я использую также свечи, ясновидение. Что такое ясновидение? Это просмотр ситуации с помощью особого видения, с которым я родилась. Я не выбирала себе судьбу, я уже родилась такой. И у меня не стоял выбор, кем я стану. У меня его просто не было. Началось это все в раннем детстве, я просто стала видеть умерших. Я их очень сильно боялась, но это было в детстве. Сейчас я могу их видеть, если нужно. И если кто-то хочет пообщаться, например, с кем-то, кто уже ушел, это можно сделать. Я вам его опишу обязательно. То есть это устанавливается связь через вас. Его можно позвать и с ним можно поговорить. Поскольку я еще и медиум, такое тоже можно устроить. Если кого-то беспокоит что-то, или кто-то кому-то, возможно, навязчиво снится. Такие случаи просто очень часто бывают. Что кто-то не может забыть человека, который ушел, которого с нами больше нет. И тот к нему является во снах. На самом деле здесь не очень хорошая ситуация. Многие думают, что это хорошо, но я бы так не говорила. Потому что эта привязка для души в нашем мире, к сожалению, не дает пройти ей дальше, не дает ей подняться. То есть ваша эмоция привязывает ее как якорем, как здесь, в нашем мире, и не дает ей пройти дальше. Ведь со смертью не наступает конец. Это переход просто в другое состояние, в других телах, в другое состояние. А у меня уже в сути есть звоночек. Здравствуйте, как вас зовут? Что вас привело? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Да, очень приятно. Здравствуйте. Мне 40 лет, и у меня личный вопрос, я никогда не была замужем, и нет серьезных отношений у меня. Я не знаю, будет ли или не будет. Давайте посмотрим, что также еще могло служить причиной того, что у вас их не было. Итак, в прошлом я вижу у вас, в прошлом была какая, были, был мужчина, в принципе, и сейчас, секундочку, я посмотрю на момент. И можно назвать, шло каким-то отношением, еще, еще, но к финалу, к логическому это никак и не пришло, получается. И вы немного боитесь, да, остаться в одиночестве. Вы знаете, у вас тут такая ситуация интересная. Я бы сказала, что от вас, мужчин и брак, отгоняет кто-то, кто был в вашем роду и тоже занимался какими-то практиками. Такое бывает очень часто. Это действительно факт, что женщинам, которые практикуют, мужчины подойти не могут, потому что их помощники их отгоняют. Здесь нужно поподробнее разобраться в вашем роду, найти человека, который практиковал ли он. Такое вполне возможно, что у вас тоже есть магические способности. Это причина, по которой вы не можете выйти замуж и не можете завести какие-то отношения. Также у вас есть хорошая защита, что также косвенно подтверждает мое мнение. Однако вы, конечно, с ними никак не справляетесь. Вы можете записаться на консультацию более подробную. Я вам уделю полтора часа времени, и мы разберем полностью весь ваш род. И найдем всех, кто мог бы практиковать, и можем попытаться решить этот вопрос. Записаться можно по номеру плюс 38 068 039 39 61. Спасибо вам большое, конечно. У меня бабушка была такая, немножко ведунья. Не колдунья, не это, но ведунья она знала, травы она знала, какие-то заклинания. Ну вот, значит, вам передались ее способности. Для этого не нужны обряды, для этого происходит по крови. Вот, и ее же помощники отгоняют от вас потенциальных женихов. Поэтому с этим можно что-то сделать. Позвоните, пожалуйста, после эфира. Я вам расскажу, что можно сделать и как с этим справиться. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я продолжу рассказывать про ушедших отсюда. Чем сильнее эмоциональная связь с человеком, который умер, тем сильнее вы держите его здесь. Все наши обычаи похоронные, да, они немножечко задерживают душу здесь, которая должна уйти. Потому что иногда человек сам не понимает, что его, не понимая даже, что он умер. И блуждает здесь, почему принято еще, кстати, завешивать зеркала. Поскольку зеркало является прямым открытым порталом. И душа может просто заблудиться в ней. Попасть туда и застрять там, и не найти дороги обратно. Поэтому, когда умирает человек, принято завешивать зеркала. Ваши же эмоции могут очень-очень долго держать здесь человека. К примеру, моя личная история. То, что у меня мой отец, он умер в 43 года. 18 лет назад. И я всю жизнь думала, что на самом деле его держит бабушка здесь. Поскольку я видела один и тот же сон постоянно, где он стоит и смотрит на меня. А на улице я стою в окне и смотрю на него. Но оказалось, что это мое непонимание. То есть я только недавно разобралась с этим, что это я его держала. Я не давала ему уйти. А когда человек находится здесь очень долго, а уже который умер, то он начинает меняться. Так появляются злые или неупокоенные еще духи. Если дух вредит или не мешает вам, то его необходимо не упокоить. Поскольку неупокоенная душа – это душа, которой не дали подняться наверх. Это касаемо работы с мертвыми. И напомню, что я являюсь также медиумом. И могу устроить общение с любым членом вашей семьи, который ушел. Мне, конечно, необходима соответствующая настройка. Но чтобы вы не сомневались в том, что это действительно тот человек, я вам его полностью описываю, как он выглядит, рассказываю. Если вы говорите, что да, то мы продолжаем. И я могу вам передать что-то, или вы что-то можете передать. Поскольку жизнь не заканчивается со смертью. Это иллюзия, кто так думает, абсолютно не прав. Жизнь продолжается просто в измененном состоянии. Не в этом теле, в другом теле. Ведь у нас семь тонких тел. Если кто-то знает или не знает. У нас семь тел. Семь. Целых семь. Помимо физического. И существование в тонких мирах возможно в этих семи оболочках. Так что никто не уходит в никуда и не растворяется. Поскольку наш обычай предписывает очень сильно горевать и страдать. Можно этого не делать. Человек не стирается. Он приходит таким, какой он ушел. В той же одежде. То есть, чем он ходил часто или любил носить. Он точно так же выглядит. Точно так же может давать советы. Точно так же может помогать. Вообще, эта тема очень обширная. И, конечно, за короткий этот эфир я не смогу всего рассказать. Но вот такой момент, что если кто-то ищет связи с тем, кто ушел, я могу в этом помочь. Я напомню телефон. Вы можете сейчас обратиться ко мне в эфир. Либо позвонить после эфира по номеру телефона. Плюс 38 068 039 39 61. И записаться на полную консультацию или диагностику. Где я вам расскажу. Факты. Истории. То, что вы знаете из прошлого, либо настоящего. В вашей жизни. Не какого-то непонятного будущего. А то, что вы знаете. То есть, я вам обязана это рассказать. И сделать вывод не голословно. Там, рассказать, что вот у вас там проклятие и все. Нет. Это заключение должно быть основано на каких-то словах. То есть, я должна рассказать вам какие-то факты из вашей жизни. А потом уже на основе этих фактов сделать вывод о том, какая помощь, каким образом, какими ритуалами, какими обрядами будет вам полезна для решения той либо иной ситуации. На самом деле, я уверена, что очень мало кто задумывался на тему о том, что общего между магией и церковью, например. А если разобраться подробнее, то что такое церковь? Это обращение к невидимым силам с помощью свечей и молитв для того, чтобы получить что-то желаемое для себя. Так? А что же такое магия? Магия — это то же самое. Это обращение к невидимым силам с помощью заговоров и свечей, чтобы получить что-то желаемое для себя. У нас в студии звонок. Здравствуйте. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Что вас привело? Да, как вас зовут? Что вас привело? Меня зовут Маша. Вы знаете, у меня цель спит. Бьет жену. У себя раздор полнейший. Дети не хотят общаться. У меня уже беспильная, здрасте. Помогите, пожалуйста. Вы говорите, что вы не общаетесь со своими детьми, да? Сын, сын. Дети не хотят с сыном общаться. А, сын. Сын. Все, я поняла. Да, слушаю. Сын. Сейчас посмотрим. А как сына зовут? Руслан. Руслан. Смотрите. Смотрите. Алкоголизм, ну, то есть, если он пьет запойным, может, в его случае, может давать подселение. Да, то есть, в принципе, когда человек пьет, к нему так либо иначе цепляется какой-то подселенец. То есть, рано или поздно в бессознательном состоянии это происходит. И не позволяет человеку из этого дальше выбраться. Так, тут идет трансформация. Кардинальная перемена. Смотрите, можно провести обряд, например, почистить его, вашего сына, да, от всех присосок, от всяких привязок, которые могли в процессе в этом к нему присосаться и не давать ему остановиться. Потому что я не вижу, чтобы вот он хотел куда-то, да, в деструкцию уйти. Я не вижу, чтобы он хотел, там, упиться до смерти, грубо говоря. Я бы сказала, что ему в этом помогает что-то, да. Потому что не настолько все негативно, чтобы ему прям вот это делать. Кстати, здесь еще какая-то есть. Есть момент, связанный с магией. Есть момент, какую-то работу, скорее всего, кто-то сделал. Возможно, что и привязали к нему этого подселенца специально. Потому что здесь есть чужая работа. Кто-то навел, по факту, этот алкоголизм на вашего сына. А это можно как-то узнать и что делать? Конечно, можно, конечно. Вот он остался без поддержки, без поддержки друзей, без поддержки родных. Хоть он как бы вроде и готов был к этому, но как можно быть к этому готовым, я не знаю, конечно. Можно, можно, безусловно, можно. Можно прекратить это все полностью. Можно, конечно же, его почистить. Можно, конечно же, убрать этот алкоголизм полностью. Это возможно. То есть, конечно, надо проводить обряд. Вы, пожалуйста, наберите после эфира. Я вам расскажу, как точно и правильно это можно сделать. И расскажу вам о ситуации еще дальше. Потому что у нас здесь время, к сожалению, ограничено. И у меня нет того, что бы я хотела сейчас применить. Мне сейчас бы понадобилась свеча. Так что позвоните, пожалуйста, после эфира. Да, Ольга, спасибо. Потому что помогите мне. Никакие уговоры. Семья уже распадается. Дети не общаются, понимаете. Да, я понимаю. К сожалению, понимаю. Это серьезная проблема. Но она решаема. У меня есть много подобных клиентов с уже решенной проблемой. Поэтому я могу с этим помочь. Жду вас тогда на консультации. Могу, очень благодарна. До свидания. Спасибо. До свидания. Я надеюсь, что я немножечко ответила на ваши вопросы. Я вернусь к своим последним словам по поводу того, что же церковь, а что же магия. И предлагаю вам самим задуматься на эту тему. Как вы считаете, было бы интересно услышать ваше мнение? Там на экране вы можете видеть мою инстаграм-страницу «Киевская ведьма». Заходите, пишите комментарии, пишите в личные сообщения. Я общаюсь всегда со своими подписчиками. И рада буду ответить на ваши вопросы, если они у вас, конечно, есть. Или, возможно, мои слова заставят кого-то задуматься или пересмотреть в своем восприятии то, что магия — это якобы плохо и от дьявола, а церковь — это от Бога. Это лишь условность. Это скорее с точки зрения религии. Ей не выгодно, чтобы магия становилась такой же значимой, как и религия, как вы понимаете. Поэтому идут всяческие запреты. Также с точки зрения религии человеку не нужно знать, что его ожидает, ему не нужна помощь. То есть почему во всех, в основных религиях запрещено обращаться и запрещено узнавать о будущем, как-то там пытаться что-то поменять. Потому что это невыгодно просто-напросто. Куда? Тогда человек будет ходить к магам, а не в церковь. Вот и все. Я ничего не имею против, конечно, церкви. Вот, абсолютно ничего. Правда, у меня другая вера. У меня своя религия. Скажем так, я не придерживаюсь христианства или какой-то из мировых раскрученных религий. Я считаю, что все-таки есть такое понятие, как эгрегоры. Я не знаю, насколько кто осведомлен об этом явлении, как в целом и вообще. Но это очень интересное явление. Эгрегоров очень много существует. Не только это церковные. Начиная... Мы живем под целым слоем из эгрегоров, и каждый из них отвечает за какие-то свои функции. Начиная от семьи или рода, это первый слой. Дальше идет институт. Дальше идет профессия. Дальше идет государство. Потом идет самый большой, это религиозный. И вот эти вот все слои, также может быть вот какая-то группа людей, они создают собственный эгрегор. В принципе, они создавались для того, чтобы помогать людям изначально. Но, как правило, что-то потом пошло не так. И теперь вместо того, вы вот просите о чем-то, например, да, эгрегор что делает? Аккумулирует все просьбы, он собирает все просьбы и выдает наверх уже какой-то универсальный запрос. Насколько он может быть совпадать с вашим изначальным запросом, это уже вообще неизвестно. То есть, почему вот так сложно достучаться, так сложно пробиться, сказать, это эгрегор. Потому что он общее, как бы, собирает общее целое. И уже этот результат выдает, как просьбу, да, и что потом по этому результату выдадут, по факту неизвестно. Поэтому вот такая система сложная, она имеет место быть. Сейчас очень интересное время мы проживаем. Христианство понемногу будет уходить. Оно будет уходить, и мировой огромной самой религией будет ислам. Его время здесь закончилось. Вот в этом нашем созданном мироздании я в другой передаче попытаюсь поподробнее вам как-то упрощенно объяснить, на чем построена наша реальность с вами, наш мир, как все работает. Постараюсь вам это донести. У кого будут какие-то вопросы, пожалуйста, всегда можете позвонить по номеру, который вы видите на экране, или написать мне в Инстаграм. Я достаточно часто и активно отвечаю как на комментарии, так и на вопросы, которые приходят мне в директ. Буду ждать вас у себя в гостях. Вообще, я очень часто сталкиваюсь с тем, что у людей очень какое-то такое предвзятое отношение к магии конкретно. То есть даже скорее такое пренебрежительное, можно сказать. Очень часто бывает. Чем ты занимаешься? Но люди, вы же ничего не знаете о том, что это такое. Очень мало кто в курсе, что на самом деле такое. То есть у кого-то в голове всплывают какие-то, не знаю, пляски возле костра или что-то такое. На самом деле, это наука. Это наука, которой нужно глубоко, вдумчиво заниматься, учить языки, учить очень много, много, много вещей и всяких делать. Развиваться обязательно, потому что без развития это деградация будет и все. Поэтому для меня это немного непонятно, потому что с таким же успехом я не разбираюсь в математике, могу сказать, чем ты там занимаешься, а математикой. И тоже как-то к этому человеку относиться, типа он занимается ерундой. Но ведь это не так. Поэтому на самом деле это очень сложный предмет. И у многих людей сейчас по миру вообще в целом просыпаются способности. Просыпаются способности, которые в них были заложены по роду. Для того, чтобы получить эти способности, не надо проводить никакие обряды. Это все не нужно. Оно переходит по праву крови. То есть вот вы родились, у вас в роду был кто-то, кто занимался практикой, вам передадутся эти способности. По факту, просто того, что вы кровный родственник носителя. И также перейдут к вам его контракты, которые он заключал с сущностями, ангелами, демонами, духами различными, стихийными и так далее. Архангелами, кто на что гораст. Вот эти вот контракты перейдут к вам по праву. Вот, ко мне перешли достаточно много контрактов моих предков, но у меня так вышло, что в моей судьбе соединилось два рода. Я родилась и по матери у меня были практики, и по отцу у меня были практики. Причем настолько разные. И это такая гремучая связь. Я сама узнала об этом не так давно. Но при забавных достаточно обстоятельствах я услышала, как меня называют между собой мои враги, случайно, которые на меня последний раз нападали, и задалась вопросом, что же это значит. И таким образом вышла на свой второй род. Так я думала, что он один. Но опять же, это все время развитие, всегда это развитие. Сейчас я изучаю древние языки, во-первых, чтобы читать заклинания, во-вторых, чтобы их переводить, понимать их смысл и наговорить какой-то абракадабры. В-третьих, я работаю с теми богами, и мне необходим этот язык. Его они преподают, к сожалению, нигде, поэтому приходится добывать знания самостоятельно. Работаю я с шумерским пантеоном. Там очень много всяческих богов, и можно к ним обращаться с любой просьбой. Итак, кому нужна какая-то помощь в решении каких-то жизненных трудностей, в желаниях каких-то, в исполнении каких-то желаний, просто в вопросах о том, что ждет, что-то может, что будет, как оно будет. Прошу, обращайтесь, звоните по телефону плюс 38 068 39 39 61 либо пишите на мой инстаграм-аккаунт, и мы с вами пообщаемся и обсудим какие-то темы. Наша программа подходит к завершению. С вами была я, Ольга Волошина, и Любомир Богоявлинский. До скорых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин